СПОКОЙСТВИЕ в регионе Сегодня мы заканчиваем трехлетний проект о сотрудничестве со странами Восточного партнерства. Конечно, за последние три года ситуация резко изменилась. Когда мы только начинали, актуальность сотрудничества являлась приоритетной на многих европейских форумах. Сейчас ситуация другая, ведь в регионе изменилась политическая ситуация. В следующем году в Риге состоится саммит Восточного партнерства. Это проект, который ЕС создал для того, чтобы сблизить постсоветские страны. Украину, Молдавию, Азербайджан, Армению, Грузию и Белоруссию с Европейским союзом. В число этих стран входит и Украина, драматическая обстановка в которой и саму тему делают более чем актуальной. Завтра в рамках конференции будут обсуждать безопасность в регионе, а уже в пятницу вопросы энергетики. К участникам присоединятся представители из Министерства обороны и иностранных дел. Несмотря на то, что Россия не является страной Восточного партнерства, говорить будут и о ней. Как считает профессор из Мордовии, у стран Европы не только экономические связи с Россией. Вообще в России проживает более десятка финно-угорских народов. И мой доклад, который буду представлять сегодня на конференции, связан с контактами, историческими и современными контактами финно-угорских народов России с финно-угорскими народами зарубежных стран. И прежде всего речь идет о Финляндии, Венгрии и Эстонии. Напомню, развитие сотрудничества между ЕС и странами Восточного партнерства Латвия назвала своим приоритетом на время председательства в Европейском Союзе. Оно начнется немногим более чем через полгода.